Цветок городских джунглей или лотос прибыл на опытную эксплуатацию в Зареченский автотранс. В течение трех недель специалистами униципального предприятия будет проводиться тестирование нового автобуса, чтобы оценить его технические возможности. Отзыв о новом транспорте смогут оставить и горожане. Получается, что мы берем в аренду на три недели, ну и потом отчитываемся о проведенной аренде перед заводом-изготовителем. То есть мы должны характеристики потребления газа, учесть отзывы пассажиров. Все это складывается в единый отзыв, который мы должны предоставить заводу. Наши горожане познакомятся с этим автобусом поближе, прокатятся, оценят его ходовые качества, комфорт. Потом посмотрите, как внутри салона все устроено интересно. Планируется, что лотос будет выезжать в рейс по 101 или 103 маршруту. Он выйдет на линию сразу после оформления необходимых документов. Водитель автотранса Евгений Коломытцев с нетерпением ждет, когда можно будет отправиться в путь за рулем нового современного автобуса. Техники такой у нас никогда не было в нашем гараже. Ну, так в плане вот все современное. Здесь кондиционер, все по-современному сделано. И салон тоже как бы удобный. Поставить оценку лотосу зареченцы смогут на сайте автотранса. Причем сделать это можно будет прямо во время поездки в новом автобусе. Внутри автобуса есть наклеен QR-код, ссылка с которого ведет на наш сайт, где можно поставить и оценку от 1 до 5, нравится, не нравится, и также написать текстом, что понравилось особенно, или наоборот, что не понравилось. Или просто надо зайти на наш сайт, автотранс.про, там есть закладка «Помогите сделать транспорт Заречного лучше». И там как раз находится описание отзывов от автобуса «Лотос». Активное участие горожан в опросе очень важно, ведь мнение зареченцев необходимо для улучшения качества работы общественного транспорта. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадио «Компания Заречный». Продолжение следует...